Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Ну что ж, на календаре у нас 25 августа. К сожалению, лето, всеми любимое лето. Оно подходит к нам к концу. Считанные дни остались, и у нас закончится летний период. Но традиционно для различных служб экстренных и ведомств лето – это особенная пора, это горячая пора. Традиционно с наступлением летнего сезона увеличивается количество различных происшествий. Ну, самые, наверное, опасные у нас участки и самые опасные у нас места – это наши дороги и вода. То есть те места, где люди могут пострадать, люди могут погибнуть, к сожалению, наиболее часто. И чаще всего это именно на этих участках, объектах и случается. Мы сегодня подведем итог летнего сезона в Тверской области и поговорим именно вот об этих опасных участках, местах, объектах. То есть мы сегодня поговорим о дорогах, и мы сегодня поговорим о водоемах Тверской области. Для этого мы пригласили в нашу студию гостей. Сегодняшние наши гости представлю. Дмитрий Сергеевич Арзанов, начальник управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня с нами. Ну и вот Дмитрий Сергеевич у нас сегодня будет отвечать за дороги. И Сергей Евгеньевич Лыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС, главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Спасибо, что сегодня с нами. Сергей Евгеньевич, у нас сегодня будут ответственны за водные объекты, за происшествия. Если таковые были, мы узнаем на воде. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы. Номер прямого эфира 300-190. Звоните, пообщаемся, выслушаем. Ну, наверное, давайте, предлагаю начать с общей ситуации. У нас лето подходит к концу, как я уже сказал. Лето, оно всегда такое время неспокойное для любых служб и ведомств. Дмитрий Сергеевич, давайте, наверное, с вас. Я знаю, что мы с вами перед эфиром общались, ведомство не выделяет особые месяцы летние. Тем не менее, для начала общую статистику, если можно, по летним месяцам. Есть ли какой-то наблюдается, наблюдался всплеск аварийности? Да, действительно, у нас за 7 месяцев на территории области отмечается снижение основных показателей аварийности. Это и количество дорожно-транспортных происшествий у нас уменьшилось более чем на 6%. Количество погибших на 9% и пострадавших в ДТП почти на 3%. Но если взять абсолютные цифры, то это на 63 ДТП меньше, на 10 человек меньше погибло и на 31 меньше получили ранения в ДТП. Ну, как вы правильно сказали, что, в принципе, дорожно-транспортная обстановка, она тоже носит свой сезонный характер. Мы, конечно, понимаем, что при увеличении светового дня у нас меньше происходит наездов на пешеходов, потому что они более видны на проезжей части. Ну, и, к сожалению, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники. Это сезонно. А если говорить об основных видах ДТП, в которых у нас гибнут участники дорожного движения, то можно выделить три вида. Ну, первое, это, конечно, самое такое основное, это дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. При снижении количества ДТП на четверть и, значит, больше, чем на треть у нас снизилось количество погибших и пострадавших, но все равно почти каждый пятый погибший в ДТП – это погибший с участием водителя, находящегося в состоянии опьянения. Второй вид, можно сказать, что это связан с выездом на полосу движения, предназначен для встречного движения. Также здесь у нас отмечается снижение всех основных показателей и количество ДТП погибших и раненых, но, к сожалению, в данных ДТП почти каждый погибший в области тоже ДТП связан с выездом на полосу встречного движения. Ну, и третий, как мы уже обозначили, это наезд на пешехода. В принципе, это у нас самый незащищенный участник дорожного движения. То же самое при всех основных снижениях показателей аварийности. Каждый седьмой погибший на территории области в ДТП – это пешеход. Ну, а если вот так вот в целом, немножко если уйти от цифр, по сравнению с прошлым годом, за тот период, за первые вот эти месяцы, какая динамика все-таки наблюдается, если так цифры абстрагироваться? Ситуация на дорогах региона улучшается или ухудшается? Ну, конечно. Или однозначно как-то нельзя так сказать? Конечно, оно улучшается. Мы видим это и по сохранению 10 жизней, которые по сравнению с прошлым годом у нас погибло меньше на 10 человек. Мы видим, как у нас развивается и дорожное строительство, улучшается и качество дорожного полотна, и инженерная инфраструктура автомобильных дорог, она, конечно, изменяется. Ну, и, соответственно, и снижается аварийность. У нас сейчас, кстати, много дорог реконструируется, ремонтируется в рамках функционального проекта. Вот когда такие большие масштабные ремонтные компании идут, управление чувствует, что ситуация на дорогах региональных улучшается? Оно сказывается на статистике? Ну, статистику я уже привел, у нас снижение, но, опять же, не только ровность покрытия, но здесь играют и инженерные мероприятия, и оборудование уличной дорожной сети искусственными дорожными неровностями в тех местах, где это необходимо. Прежде всего, это перед учебными заведениями, местами притяжения, торговыми центрами. Это обустройство светофорных объектов, их реконструкция, выделение отдельных фаз для движения пешеходов. То есть, в принципе, все это при реконструкции, которая сейчас осуществляется в рамках национального проекта, и тех муниципальных программ, которые имеются и реализуются на территории области, все это производится. Мы же видим, да, сколько светофоров, да, вот я тоже водитель. Да, число их уже нечего. И также, кроме, ну, лодочной, так сказать, да, я еще и по дорогам езжу, тоже вижу, что в тех местах, где проблемные были участки, ну, например, взять, ну, тоже улицу Благоева, там вот пешеходный переход, вот где был, в районе Шмидта, появился светофор. То есть, место такое достаточно опасное. Ну, и не только областной центр, я вот недавно был в Осташкове, там тоже вот перекресток такой, там никогда не было, вот я там просто рос, родился и вырос в Осташкове, никогда не было светофоров, все мое детство, всю мою жизнь. А вот недавно установили светофоры еще на одном участке, то есть количество светофоров, оно даже в маленьких городах, в населенных пунктах, оно увеличивается, да. Да, дорожная инфраструктура, она развивается не только в областном центре, она также развивается, да, в районе. Да, я даже вижу, поселок Первый Май у нас на дороге, где на Кимра находится. Тут едем, мы тоже, да, обследовали там участие, акватории Волги, и проезжаем через поселок, и в поселке новая дорога. На удивление. Сергеевич, ну, давайте о дорогах это, конечно, да, но мы вас-то пригласили поговорить о... А, да, о водных дорогах. Для начала, в целом, лето было жаркое, у нас в обычный всегда летний период, это вода, место притяжения, да, а особенно в жаркое лето, оно таковым у нас в этот год было. Что у нас с происшествиями на воде? Ну, у нас можно назвать это лето немножечко даже аномальным, то есть оно схоже было с летом 2010 года. Стоящее жаркое, да. Да, когда у нас вторая половина июля, август, были очень жаркие в 2010 году. А в этом году начало лета у нас достаточно было жарким, можно сказать, тропическим. Соответственно, практически все население и гости нашего региона все находились на водоемах. Статистика печальная в этом плане, то, что люди, не понимая, что вода несет опасность, особенно для тех, кто находится в состоянии опьянения, пренебрегая всеми способами, так сказать, и умениями плавать, люди тонут. Самое печальное, что в эти цифры и попадают у нас дети. То есть в этом году у нас семь детей погибло в районах области. Здесь как и недосмотр родителей, и также и сама неосторожных детишек. То есть вот у нас, например, в Старице одновременно, ну, только в разное время, в одном и том же месте произошли такие несчастные случаи. И причем дети достаточно-таки уже были взрослые. Давайте поподробнее о несчастных случаях поговорим, но немножко позже, потому что у нас сейчас небольшой перерыв, рекламная пауза, мы вернемся совсем скоро. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, работаем мы, я напоминаю, в прямом эфире. Сегодня мы подводим итоги летнего сезона в Тверской области. В гостях у меня представители ГИБДД и ГИМС. Сергей Евгеньевич, возвращаясь к происшествиям на воде, вы сказали, что есть у нас, к сожалению, пострадавшие, есть и погибшие. Расскажите, какую работу вели, и вы начали говорить о том, в каких районах, где, какое происшествие произошло. Давайте поподробнее немножко расскажите. Ну, дети у нас как бы погибли, это и в Старицком, в Жевском, в Фировском районе, ну и в ряде других районов, сейчас я уже не стану перечислять. Основная причина – это оставление детей без присмотра. Но и другой момент. У нас один случай был в Калининском районе, когда практически на глазах у родителей погиб ребенок. Причина какая опять? Вот это как раз причина была то, что родители находились в состоянии опьянения. То есть бесконтрольность за детьми может привести к таким печальным событиям. Зачастую даже мы наблюдаем такие вещи, вот у нас на набережной Степана Разина установлена береговая линия, ограниченная, ну, такими бетонными сооружениями. И можно увидеть, что родители, гуляясь по набережной, разрешают детям залезать вот на этот выступ большой и даже по нему гулять. И даже делав замещание, что я говорю, вот представляете, ребенок, если туда вниз упадет, там ни берега нет, ни глубина достаточно большая, уже практически выбраться и спасти его будет невозможно. Поэтому пренебрежение вот такими мерами безопасности приводит к трагическим случаям. Когда родители находятся на водоеме вместе с детьми, обязательно нужно использовать плавательные какие-нибудь приспособления, как нарукавники, жилетики и так далее. Не в этом году бывали такие случаи, когда, например, даже в неглубоком месте и не на широкой речке, однако с быстрым течением, вот был случай у нас такой в Калининском районе, когда мальчик, семилетний, побежал за собакой, подхватило течением и ребенок утонул. И практически тоже произошло на глазах у родителей. Взрослые тонут у нас в основном в состоянии опьянения. В городе таких произошло в случаев четыре, все четыре случая, люди находились в состоянии опьянения. Ну, были у нас случаи, что и суицидные люди кончали жизнь самоубийством, несколько прыжков с мостов у нас есть. В Вышневолодском районе у нас и человек на машине в воду специально заехал, водолаза доставали. Поэтому происшествия... В общем, причины самые разнообразные. Сразу самые разнообразные. Давайте, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, но насчет телезрителей я немножко не согласен, скорее радиослушатели. А, вы слушайте нас, отлично, давайте, да. У меня в вопросе к Дмитрию Сергеевичу, он такой, точнее говоря, даже не так. Один вопрос и одна просьба о предложении. А просьба предложения, это вот по поводу Софьи Перовски, около кош-риндиспансера, каждый день практически езжу с работы на работу, никто не соблюдая знак стоянка запрещена. То есть автобусы вынуждены вклиниваться вот из-за этих вот шредки стоящих машин. Если есть возможность, ну, сделайте там вредь с эвакуаторами, но наши люди как-то учить в приличном манере. И второй, собственно говоря, вопрос. А вот вы не озвучите статистику по происшествиям с дикими животными? Почему? Потому что, насколько я в курсе, то есть вот в этом году было даже два ДТП в черте города с лосяями, да, около областной больницы. То есть там вообще, в принципе, животных диких не должно быть на территории города. А по области, там, насколько я помню, то есть что-то порядка двухсот случаев у нас бывает, если я все правильно помню. Вот. Свежую статистику не приведете. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Ну, что касается первого вопроса или пожелания. Да, действительно, не всегда у нас наши водители соблюдают знаки, в том числе и остановка запрещена. А в этом году у нас, значит, центр организации дорожного движения, который отвечает нас за фото-видеофиксацию, приобрели приборы, которые называются Паркон. Они именно фиксируют нарушение правил остановки стоянки. Я думаю, что мы проработаем вопрос совместно с ними о применении этих комплексов на улице Софьи Перовской, которую вы обозначили. Что касается второго вопроса, да, действительно, в этом году у нас наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных. И в большинстве своем это были животные лоси. У нас есть даже два погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях. Совместно с собственниками дорог мы определили те места, где возможен их выход. Это не только, как вы сказали, в черте города. Основное количество, конечно, этих дорожно-транспортных происшествий происходит на региональных, местных дорогах и участках федеральных дорог, которые не оборудованы защитными средствами против выхода диких животных. Собственниками этих дорог мы проанализировали те места, где у нас совершены были эти дорожно-транспортные происшествия. Таких происшествий у нас больше 50 в этом году. Опять же, первоочередные меры устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о возможном выходе животных, для того, чтобы водители были информированы и более внимательно пересекали этот участок дороги, где выход таких животных возможен. Ну и, конечно, в дальнейшем это будет прорабатываться вопрос об оборудовании уличной дорожной сети, полосе отвода, средствами, которые не позволят выйти диким животным на проезжую часть. Ну, видите, мы сегодня вроде как собрались с вами подвести итоги летнего сезона, но зрители, слушатели и зрители звонят, и достаточно такие житейские, в том числе вопросы, которые не относятся, может быть, и к теме разговора. Но это очень хорошо, звоните, да, мы ждем вопросы, сдавайте, есть возможность пообщаться напрямую с начальником управления ГИБДД, да, с главным, с руководителем Турского инспекторского отделения ГИМС, это очень здорово. Ну, Дмитрий Сергеевич, давайте с вами и продолжим. Вот нам Сергей Евгеньевич сказал то, что ключевой фактор во многом, да, происшествий на воде, это пьянство, это алкоголь. Наверное, то же самое вам нужно, можно сказать, и на дорогах. Да, давайте поподробнее расскажите, что у нас с пьяной аварийностью. Вы вначале коснулись уже статистики. Как количество тоже увеличивается, уменьшается пьяных? Ну, несмотря на то, что количество у нас таких дорожно-транспортных происшествий, оно уменьшается. У нас, я уже сказал, что почти на треть уменьшилось количество, и количество пострадавших, и почти больше, чем на 35% количества погибших в таких ДТП, но все равно их количество, ну, количество таких очень большое. То есть, как я уже сказал, что каждый пятый погибший в ДТП, это погибший в дорожно-транспортном происшествии с участием нетрезвого водителя. При этом количество выявленных в таких фактах, оно превышает такое же количество прошлого года. То есть, за 7 месяцев водителей с признаками опьянения оформлено более 3600 на дорогах области. Это в этом году? Это в этом году. В прошлом что было? В прошлом году их количество было меньше. То есть, в этом году, давайте так вот выделим красную черту. В прошлом году было 3000. В этом году пьяные за руль садятся чаще. Выявляемые. Ну, наверное, поэтому их и чаще. Или это нет связи? Понимаете, опять же, мы несем службу в основном в местах, где совершаются дорожно-транспортные происшествия, а в каких-то удаленных местах мы их отрабатываем только какими-то рейдовыми мероприятиями. То есть, поэтому сказать, что мы выявили всех водителей, которые управляли, это будет неправильно. А так, да, действительно, количество их на 600 больше, чем в прошлом году. Причем и количество повторно, лиц повторно управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, их тоже увеличилось. Тут уже даже предусмотрена не административная, а уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ну и таких мы выявили более 400 за 7 месяцев этого года. А так, хочу напомнить, что в любом случае, что недопустимо управление транспортным средством и вероятность попадания дорожно-транспортных происшествий, оно, конечно, гораздо больше. Поэтому прежде чем сесть за руль, вы подумайте о себе, о своих близких и о других участниках дорожного движения, которые вы можете принести вред. Что касается ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, то тут или отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит нарушителю штраф в 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет. Причем для того, чтобы вернуть водительское удостоверение, необходимо будет пройти повторную проверку знаний правил дорожного движения и получить медицинское заключение о отсутствии противопоказаний или ограничений для управления транспортным средством. Если это уже повторное, то тут уже грозит уголовная ответственность. Сергей Ильич, если провести аналогию, наверное, много пьяных выявлялось и за рулем водномоторных средств в этом году. Расскажите, в какую работу в отношении таких людей ведете происшествия с водномоторным транспортом? Происшествие у нас одно зарегистрировано в этом году. Это вот этот печальный наезд на реке Волга в районе элеватора на мальчика, который с другом переплывал реку Волгу на середине. Причем и очевидцы происшествия были, и беседовали потом с этими ребятами. Опять же, я сейчас перехожу на профилактические меры. То есть, опять же, касалось детей. Мы можем часто наблюдать, что на водоеме у нас люди просто, пренебрегая всеми, так сказать, мерами безопасности, начинают пересекать, переплывать водоемы. А идущий катер со скоростью более 40 км в час, и тем более, если слепит солнце и отражаются блики на воде, то практически человека, переплывающего реку, заметить невозможно. Что может привести к самым трагическим и печальным последствиям. Но, как правило, нетрезвых водителей, судоводителей на реках практически нет. Выявляются такие случаи, но цифры так, чтобы... Потому что люди понимают, что у нас достаточно тоже серьезный штраф, предусмотрено лишение. Давайте напомним, что за... Да, предусмотрено лишение, штраф. Вот. Также транспортное средство изымается на охраняемую стоянку, катер. Поэтому... Да и у нас сейчас вообще вся административная практика, число, так сказать, денежных сумм возрастает. Например, год-полтора назад, до введения изменений в Кодекс административных правонарушений, например, управление плавсредством, когда нет удостоверения на право управления, то есть не имеющего права управления, штраф был от 1000 до 1500 рублей. Сейчас он составляет от 10 до 15 тысяч. То есть сумма штрафа возросла в 10 раз. Управление не зарегистрировано плавсредством. В настоящее время штраф составляет от 15 до 20 тысяч. Когда в 2019 году эта сумма составляла всего 3 тысяч. Поэтому мы сейчас наблюдаем очень большую тенденцию регистрации. В частности, это касается даже и гидроциклов, то есть водных мотоциклов. Почему? Потому что зачастую владельцы этих плавсредств не регистрировали связи с большими налогами. И поэтому, используя его несколько раз в летний сезон, граждане уклонялись от уплаты налогов и не регистрировали. Сейчас эта тенденция снижается. Плавсредство на учет ставится. Мы редко уже сейчас видим, если катер или гидроцикл эксплуатируется без регистрационных знаков. Поэтому также изменились правила эксплуатации в плане по наличию неисправности. То есть в обязательном порядке у нас сейчас в соответствии с местными правилами плавания и пользования маломерными судами, лица, находящиеся, например, в надувных лодках, должны одевать спасательный жилет. Водители гидроциклов обязаны тоже в обязательном случае одевать спасательный жилет. Но это приводит, так сказать, это собственная безопасность. В прошлом году был случай у нас, мы как можно сейчас напомнить, потому что он очень актуален. В Кимбрах, когда гидроцикл управлял и посадил двух пассажиров несовершеннолетних, девочка находилась в жилете. В какой-то определенной момент при маневре произошло опрокидывание гидроцикла. Девочка, которая была в жилете, доплыла до берега, а водитель гидроцикла и несовершеннолетний парень, погибли. Один на другого пытался спасти, но не выжил ни один, ни второй. Поэтому пренеближение мерами безопасности проводит не к травмированию, а именно к гибели людей. Вы сказали, что штрафы повышаются. А чувствуется динамика, тенденция к тому, что увеличение штрафов способствует общей нормализации? Как я и сказал, что у нас значительно возросло количество обращений по регистрации. Мы сейчас видим, что у нас, например, в городе Твери уже, наверное, за этот сезон больше 400 людей обратилось за различные регистрации плавсредств. Это связано не только с приобретением новых, но и, так сказать, приобретением находящихся уже в пользовании плавсредств. Очень большое количество обращается именно для получения аттестации, прохождения аттестации, то есть для получения удостоверения на право управления маломерных судном. Мы сейчас, Тверская область, находится в пилотном проекте по введению цифровизации государственных услуг. То есть мы сейчас уже часть судоводителей тестируем именно для получения, так сказать, цифрового удостоверения. То есть в будущем планируется уже на руках не будет самого бумажного удостоверения, а будет цифровая запись. То есть инспектор на воде, зная данные о человеке, уже будет иметь в базе данных и может проверить, получал ли человек удостоверение. То есть мы движемся вперед. Ну как по вашему прогнозу, какому-то мнению, когда вот это уже будет система не в качестве пилота? Нет, в следующем году она уже будет повсеместно во всех регионах вводиться. Сейчас обкатывается все вот это. Но это и касается и в отношении других услуг, таких как регистрация, освидетельствование, внесение изменений в регистрационные данные. Ну вообще вот так, если говорить, о чем в первую очередь нужно помнить, да, вот ключевые моменты, если человек отправляется на водоем, ну на плавсред садится, и что нужно знать, вот чего точно нельзя забывать? Ну в первую очередь нужно, как бы каждый судоводитель, да, и каждый судовладелец знает свою, так сказать, лодку, свой катер. Какие в нем могут быть, так сказать, проблемные места, да. То есть это может у кого-то плохо работать гидроподъемник. У кого-то может плохо работать, например, водоотливная помпа, насос, да. Не нужно пренебрегать, ну оставить на потом или еще что-то. Или кто-то возит там дополнительную там канистру с бензином, а огнетушитель с собой наберет. И нету, например, ведра. То есть уже даже вроде вокруг вода, а ручками не потушить. Были случаи, когда и катера загорались, и горели. Вроде бы ты в воде. Вроде ты в воде, а потушить нет возможности. Поэтому необходимо то, что предписано нормами снабжения судна, обязательно иметь с собой. И, соответственно, характеристику, которую имеет судно, да, все равно прописывается. То есть категория плавания, категория сложности. Нельзя в ни в коем случае нушать. Если судно не может там, как бы по своим характеристикам, ему не предписано, не дали трех километров от берега уходить. А у нас зачастую бывает, что уходит, особенно на Рыбинском водохранилище. И за 15 километров и более. Если что-то случается, то спастись очень бывает очень сложно. Дмитрий Сергеевич, ну вот к вам, наверное, следующий вопрос. Сергей Евгеньевич, когда рассказывает о происшествиях на воде, он постоянно говорит, дети, 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 дети. Но мы знаем, что и дороги для детей, это тоже зона очень опасная. Расскажите, как с детским травматизмом, с детской аварийностью в этом году и этим летом дела у нас обстоят в регионе? Ну, к сожалению, в этом году мы регистрируем рост количества дорожно-дранспортных происшествий, в которых у нас пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения. Основной пик роста у нас пришелся на весенние месяцы, это апрель и май. Ну, так же, как и аварийность с мототехникой, с пешеходами, это тоже, этот вид ДТП носит сезонный характер. Теперь, конечно, основное количество таких происшествий мы регистрируем в летнее время, когда дети не заняты в учебном процессе, в период каникул. Но в этом году у нас как раз количество происшествий в летний период, оно меньше, чем в прошлом году. Основной пик аварийности пришел на весну. За 7 месяцев у нас на территории области зарегистрировано 105 дорожно-дранспортных происшествий, в которых, к сожалению, 3 ребенка погибли, и 109 несовершеннолетних пострадали. Больше 50% всех пострадавших – это дети, которые находились в качестве пассажиров в транспортных средствах. Причем, больше половины из них – это которые осуществляли движение через область транзитом. Почти треть из них – это дети пешехода. Причем, больше половины – это получили травму по своей неосторожности. То есть, выходя или из-за припаркованных транспортных средств, или переходя проезжую часть в неположенном месте. И в 15 случаях это были у нас дети-водители. Но, опять же, в одном случае это несовершеннолетний управлял автомобилем, в 11 случаях они управляли велосипедами, и в 3-х это управляли мототехникой. Поэтому, сейчас в преддверии начала нового учебного года мы будем проводить совместно с администрацией области, с министерством образования профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности. Сейчас всеми министерствами и ведомствами такая задача поставит традиционная. МЧС тоже обследует сейчас все школы, все состояния противопожарной безопасности, готовности объектов к встрече. Мы с вами вот год назад, Сергей Евгеньевич, вы присутствовали тоже на подобной передаче, мы с вами подводили итоги летнего сезона. В прошлом году месячник безопасности детской был, но тогда были трагические события, сейчас уже точно не скажу. Это или такие работы регулярно? Они регулярно проводятся, перед началом учебного года, да, все ведомства, все проводят такие мероприятия и такие месячники. Сергей Евгеньевич, вы сказали то, что этим летом количество ДТП с участием детей меньше, да, я услышал. Вопрос, почему? Может быть, это связано с тем, что, вот мое предположение, может быть, вы опровергнете, в прошлом году у нас была в разгаре пандемия, в летний период, и понятно, что детские какие-то лагеря, пришкольные там или загородные, они не работали, да. Дети были предоставлены во многом сами себе, были на улице, во дворах и так далее. В этом году ситуация поменялась, и, может быть, поэтому количество ДТП с детьми уменьшилось? Ну, возможно, и поэтому, и всплеск у нас был как раз апрель-май, когда в прошлом году мы все находились дома, то есть не осуществлялась ни учебная образовательная деятельность, все были на дистанционном обучении. В этом году все проходило в обычном режиме, так скажем. Да, действительно, мы, видя всплеск аварийности, то же самое, перестроили свою работу, направленность по пропаганде безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. Несмотря на то, что у нас загородные лагеря, которые осуществляли работу в закрытом режиме, то есть сотрудники пропаганды, все равно получив, так скажем, отрицательный ПЦР-тест, мы приходили в эти учебные, вернее, оздоровительные лагеря и проводили свою работу именно с ребятами, которые находились в этих лагерях. Там, где, так скажем, мы не могли это делать, мы направляли туда свои специально разработанные учебные фильмы, которые, так скажем, вожатые этого лагеря администрации использовали при проведении мероприятий с детишками. А те лагеря, которые при школах были, там мы тоже в очном формате общались с посещающими эти лагеря. И еще такое маленькое уточнение, может, и не маленькое, важное, на самом деле, уточнение. Вы сказали, что больше всего пассажиров, больше всего происшествия с детьми на дорогах, это связано с тем, что дети были, когда они были пассажирами, больше 50%. Давайте расскажите, пожалуйста, с чем первое ощущение? Это не пристегнутые дети, это дети не в детских креслах. Вот какие самые частые вопиющие нарушения страны взрослых? Опять-таки, взрослые ведь ответственны за ребенка в салоне. Что приводит к тому, что дети у нас получают травмы на дорогах? У нас 62 таких ДТП было, в которых дети были пассажирами, и в 11 из них дети до 12 лет перевозились с нарушением правил перевозки детей. А если говорить вообще, то за 7 месяцев нами пресечено более 2000 таких нарушений, именно правил перевозки детей. Хочу отметить, что штраф за данное нарушение довольно значительный, и, в принципе, он соразмерен стоимости недорогого именно удерживающего устройства. Поэтому призываю, прежде всего, всех водителей задуматься перед тем, как посадить ребенка, не обеспечив его безопасность, потому что, в любом случае, штраф соразмерен стоимость самого устройства. Я предлагаю, давайте напомним еще раз, когда человек берет с собой в машину, в салон ребенка, о чем он должен помнить, что он должен знать, и вот возрастная градация, когда уже еще нужно всажать в детское кресло, когда уже не обязательно, или такого не бывает? Нет, в любом случае, до 12 лет мы должны перевозить детей, это в любом случае, если ребенок до 12 лет, это только на заднем пассажирском сидении, либо, если это детское удерживающее устройство, опять же, можно его и поставить на переднее сидение, но это все зависит от тех характеристик самого этого удерживающего устройства. А так, в любом случае, все пассажиры, в том числе и дети, они должны быть в автомобиле пристегнуты, а дети также должны перевозиться с использованием специальных удерживающих устройств, которые соответствуют весу, росту ребенка, его возрасту. Тут это все зависит от того устройства, которое вы выбрали, и используете для обеспечения безопасности. Все мы прекрасно понимаем, что тяжесть последствий, даже при дорожно-транспортных происшествиях, она гораздо ниже у тех детей, которые перевозились с использованием этих устройств, нежели если они перевозились с нарушением установленного порядка. Сергей Ильич, ну вот Дмитрий Сергеевич рассказал о том, какую работу ведомство ведет по профилактике. Тоже несколько слов, можете немножко себя похвалить. Мы знаем, что ГИМС активно, мы и сюжеты на нашем телеканале выходят, мы знаем, что ГИМС, сотрудники, инспекторы ГИМС активно тоже и по школам выходите, и по лагерям выходите и так далее. Расскажите, о чем, в первую очередь, рассказываете, на чем делаете акцент в общении с детьми, наверное, в первую очередь. Ну да, вот как коллега рассказывал, что их сотрудники бывают в детских лагерях, то же самое работа проводится и нашими подразделениями, сотрудниками, в первую очередь. И перед самыми, так сказать, заездами в лагеря, нами тоже были направлены методические рекомендации по проведению вот именно занятий самих в онлайн-формате. То есть дети, как бы, даже, например, заходя на сайт школы или посмотрев свой дневник, в каких-то даже уже школах используются такие методы, что они сначала видят памятку о безопасности поведения и на водных объектах, но и не только на водных объектах, и по пожарной безопасности такая же тематика вся разработана и направлена в учреждение. Все эти вопросы мы рассматриваем на комиссии по безопасности дорожного движения, которые проходят в муниципальных образованиях. На этих комиссиях в обязательном порядке присутствуют представители органов образования, до которых также ставятся задачи, чтобы сами непосредственно и преподаватели вели такую работу, и не только с детьми, а в первую очередь вели на классных и родительских собраниях. На протяжении всего года, наверное. Да, в обязательном порядке. Такая работа проводится. Различные, ну, нами проводятся дни открытых дверей. Вот в этом году мы даже суворовцев прилашали к себе, то есть показывали им нашу технику, чем занимается, так сказать, служба, какие имеются средства спасения. Нет, ребятам очень интересно. Похвально то, что вот у нас был в этом году случай, вот недалеко от нашей, так сказать, базы, да, тоже есть место, где люди приходят купаться, это в районе Третьей горбольницы. На базу к нам залетел, ну, большой воздушный шарик надувной, который дети используют для купания. Дети молодцы, то есть он со стороны воды, пришли, да, и они обратились помочь, да, чтобы мы им достали. То есть не сами поплыли за ним, а то есть сообразили, что нужно помочь взрослым, тем более видя там, как бы, что рядом находится объект МЧС, пришли к нам. Мы их покатали на лодке, рассказали, объяснили, достали. То есть здесь в обязательном случае не нужно ругать. То есть ребенку нужно донести, что вы, наоборот, молодцы, правильно поступаете, не заплываете куда-то или еще. То есть работа должна именно строиться, заинтересовать ребенка, чтобы он берег свою жизнь. И это причем должно происходить, ну, во всяких вещах, даже когда дети находятся на стройках, тоже может произойти несчастный случай. Поэтому такая профилактическая работа проводится в обязательном порядке, и она направлена именно на несовершеннолетие. Ну, это, наверное, важно понять, да, отметить, что, вот, в общем-то, да, это и ГИБДД касается, и ГИМС тоже работа, она круглогодичная. Если летом это открытая вода, то зимой это водоем замерзший, и выход опасность на... Ну да, не успеем оглянуться, как начнет корга льда появляться. Конечно, конечно. Вот уже, в общем-то, на носу сентябрь, уже первый осенний месяц. Дмитрий Сергеевич, ну, а летом у нас, как известно, в большой популярности пользуется различный двухколесный транспорт, мототехника, да. В этом году как, насколько аварийность вот в этом плане возросла или не возросла? И интересно, допустим, у нас с каждым годом все больше и больше популярности приобретают различные самокаты, да, точки которых вот у нас в городе появляются, да, различные там одноколесные скутеры и так далее. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, что касается аварийности с мототехникой, то она, в принципе, осталась на уровне прошлого года незначительно. На два ДТП увеличилось. У нас зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли, и 64 получили ранения. Количество погибших сократилось почти на треть, ну, и незначительно выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Как я уже сказал, что также у нас и несовершеннолетние управляют мототехникой, не имея соответствующего права управления. Также хочу напомнить статистику, что за передачу управления транспортного средства в лицо не имеющему права управления то же самое предусмотрена административная ответственность, поэтому она прежде всего ложится на владельцев этих транспортных средств, такие, прежде всего, это родители этих несовершеннолетних собственностей, в которых находятся эти мопеды, мотоциклы. Что касается, как сейчас они правильно называются, средств индивидуальной мобильности, это электросамокаты, моноколеса, как вы здесь сказали, то сейчас они, да, действительно, их эксплуатация все больше увеличивается. Мы видим и увеличение количества данной техники, но, к сожалению, пока правовой статус, так скажем, лица, вообще самой техники и лица управляющего ею, он конкретно не определен. Согласно правилам дорожного движения, он у нас является пешеходом, но у нас в июне месяце общественной палатой проводился форум, и одной из темы круглого стола как раз было развитие средств индивидуальной мобильности и приведение их в нормативное поле. И все участники, так скажем, однозначно высказались за необходимость в ближайшее время изменения нормативной базы, что касается средств индивидуальной мобильности. Потому что в зависимости от мощности, определения категории, определения лиц и возрастов, которым можно управлять этими средствами, опять же, возможность канализирования, то есть мест использования, возможно ли их использование на каких-то специально отведенных площадках или в условиях общего движения в городе. То есть в настоящее время, я думаю, что в ближайшее время эти изменения в законодательство будут лисы. Ну то есть а пока вот так, если мы должны понимать, что ни под какие нормативно-правовые документы, допустим, летящий там со скоростью 40 км в час, как вы сказали, человек на моноколесе, он не попадает. Нет, в любом случае по дорогам общего пользования пешеход передвигаться не может. Вот, это нужно понимать. То есть здесь можно говорить уже о каком-то так иначе нарушении. Да, о нарушении, однозначно, да. Какая работа в отношении таких пешеходов ведется? Опять же, у нас зарегистрированы и трагические случаи в этом году. То есть у нас в июле месяце 10-летний мальчик, управляя как раз вот электросамокатом, попал под колеса транспортного средства. И, к сожалению, в больнице он в дальнейшем скончался. Хотя и рядом находились, так скажем, родители. Поэтому я хочу прежде всего обратиться сейчас к родителям и призвать их перед тем, как приобрести ребенку такую смертельно опасную игрушку, лишний раз задуматься. И в любом случае, если вы решили это сделать, то не посчитайте какой-то напрасной тратой времени. В обязательном порядке перед его использованием вы инструктируете ребенка, где это можно делать, как это можно делать, с какой скоростью. И то же самое это касается и мототехники, на которую уже 16 лет, возможно управлять только с 16 лет. Это скутеры и легкие мотоциклы. Но, опять же, при наличии водительского удостоверения, которое можно получить, только пройдя соответствующее обучение и сдав соответствующий квалификационный экзамен. Ну что ж, у нас заканчивается, к сожалению, время нашего эфира. Я предлагаю подвести небольшой итог. У нас летний сезон позади. Но мы знаем, что из стороны МЧС, ГИМС России работа не заканчивается по профилактике происшествий и так далее. Из стороны ГИБДД тоже эта работа продолжается. Учебный год на носу. В первую очередь, во внимание у нас, наверное, дети. Расскажите, чем будете заниматься, какие планы на ближайшие эти учебные первые месяцы. Давайте, наверное, Сергей Минич, с Вас начнем. Ну, как мы уже сказали, что 1 сентября практически все министерства и ведомства, в том числе и МЧС, все мы идем в школу, так сказать, на день. Учебный год начинается, в том числе и сотрудникам. С 1 сентября, да, в обязательном порядке. Мы посетим, на линейках поприсутствуем, детишками пообщаемся. Расскажем им различные, какие происшествия летом были в обязательном порядке. Мы, например, всегда с собой даже не стесняемся, берем в школу жилеты, круги. Детям все равно это интересно, даже находясь не рядом с водоемом. Обязательно в порядке проверяем уголки безопасности, в каком состоянии перед началом учебного года. Что информация вся имеется. Ну и начинаем уже, так сказать, подготавливать к осенне-зимнему периоду. К первому льду. Да, к первому льду, потому что первый лед – это самый притягательный, в первую очередь, для детей. Поэтому все вот эти силы, профилактики, они направлены в этом направлении. Виктор Сергеевич, ну и тоже пару слов напоследок. Какие планы на ближайшее учебное время? Ну, конечно, прежде всего это напомнить детям, которые вернулись из лагерей, из, так скажем, возможно, мест отдыха, которые не были связаны с городом. Это напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. То есть о безопасном маршруте, который у них должен существовать от школы домой-обратно. Поэтому, конечно, 1 сентября мы тоже все посетим учебное заведение. И в первой неделе мы приблизим свои наряды к учебным заведениям, опять же, для того, чтобы напомнить водителям о том, что здесь дети, необходимо, так скажем, соблюдать правила проезда нерегулированных пешеходных переходов, которые, возможно, и забыли. Три месяца школы не работали, нахождение этих заведений на маршруте своем следовании. Ну и также тоже перед началом учебного года мы проверяли состояние уличной дорожной сети и школьных автобусов. Ну и в дальнейшем мы, конечно, продолжим свою работу с ребятами, со всеми возрастными категориями, с разными методами, которые у нас применяются при проведении этой работы. Ну и вся наша работа будет связана именно на сокращение детского дорожного транспортного травматизма. Ну что же, удачи вам в этой работе, Дмитрий Сергеевич, и вам, Сергей Евгеньевич, и вам тоже. Я напомню, что сегодня мы вместе с нашими гостями, с начальником управления ГИБДД МВД России Патриотской области Дмитрием Сергеевичем Арзановым и Сергеем Евгеньевичем Шлыковым, руководителем Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России, подводили итоги летнего сезона. Ну мы не только итоги подводили, да, мы еще как бы и на будущее тоже закладывали определенную базу. В общем, спасибо вам большое, друзья, что сегодня присутствовали. Я напомню, что вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok